Древний тайный обряд инициации в пустыне, обряд посвящения, такой же через который проходил герой сериала книга Боба Фетта, Боба Фетт, также в пустыне. Что это за обряд? Что он имеет под собой? Какое значение он имеет? Это ведь древние обряды, они раньше были в античных культурах. Я в свое время изучал эти обряды, как они происходили, поэтому я расскажу вам все, что связано с ними и что он значит для нашей героини здесь. Вы на канале Что Посмотреть, с вами я, гражданин режиссер. Итак, Кван, в прошлой серии ее вообще не было, был только Чиф, и поэтому эту серию посвятили полностью ей. Она узнает, что она особенная, то бишь избранная. И мы увидели уже качество этой девочки. Качество следующее, ее прикрепили, представляете, к огромной железной махине в пустыне. Она нашла в себе силы перетащить ее, выбраться, нашла в себе мощь справиться с человеком, который ее мог забрать и избежать. Что это говорит о ней? Это говорит о ее характере. Это волевой, сильный характер. И действительно, такой человек, как она, может возглавить сопротивление, может возглавить революцию. У нее есть для этого все качества. Но теперь давайте к обряду, потому что в пустыне она находит ту самую женщину, к которой приходил ее отец, и приходили ее предки. Потому что они избранные, помните, как в мумии были, мэджаи, хранители. Вот они тоже здесь, семья, особая семья, у которой особая задача. Итак, обряд посвящения. Он был в древних античных культурах, он был в Египте, он был в Древней Греции. И до нас он дошел вот в такой кастрированной форме, точнее, дошли отголоски этого обряда. Например, как пример, когда я оканчивал университет, и там давали лейтенантские погоны всем, кто заканчивал войну кафедру. Все эти звездочки собрали в каску, залили водку, и все испивали оттуда. Вот этот символизм обрядовый, он остался где-то везде, но он не имеет той глубины и ничего общего с тем, что было раньше. А раньше это был путь, путь для избранного, посвященного, который хотел узнать что-то большее об устройстве этого мира. И далее он проходил через вот этот обряд. После этого обряда он уже становился кем-то другим, не тем, что он был ранее большим, чем он есть. И вот здесь такая же аналогичная история обряда, как и в книге Боба Фетта. Боба также. Что есть общего, как я сказал? Пустыня часто бывает общая. Это необязательная, но часть, которая бывает и здесь, и тут. Я еще расскажу вам о короле Льве, ведь там тоже самое было, когда Симба возвращался. И жрец, который был там, вы помните, да? Он ему тоже помог попасть вот в это самое сознание, свое подсознание, и общаться со своими предками, со своим отцом. Вот общие моменты, значит, пустыня. Дальше. Некий особый раствор или какая-то субстанция, которая делает измененным сознание и погружает тебя в свои глубины. То есть это было и в книге Боба Фетта. Это здесь есть. И то же самое вот с Симбой происходило. Общение с предками. Здесь совпадает, кстати говоря, с королем Львом. Общение с предками, с линией предков. Если они были особыми, статусными. У Бобы просто не было предков великой какой-то линии. Он был первым. Но самое важное, что происходит в этом обряде посвящения. Личность должна узнать что-то важное о себе. То, что поменяет ее раз и навсегда. Докопаться до истины, которая была спрятана. То самое горчичное зерно. То, что называют восточной философией. Вот дойти до этого горчичного зерна и осознать, добраться до своего «я». До тех тайн, которые ты так просто не видишь. И они должны поменять тебя как личность. Вот Боба Фетт поменялся. Он больше не был просто убийцей. Вы помните, он все время поступал иначе. Как будто он знает некую вечную мудрость. Он каждый раз, помните с самого начала охранники Джаббы. Он их не наказывает, не убивает. И буквально в этой же серии они его спасают. И так дальше и дальше. Он все время вроде как поступал нелогично, нежестко. И это ему окупалось ста крат. И он выжил. То же самое здесь с Кван. Она должна тоже обрести некое знание и большее понимание о себе. Сейчас, как она сказала, ею владеет только вот эта ненависть, ярость. И мудрая жрица говорит ей, ты не готова. Она говорит, я готова. Она думает, что готовность это смелость и готовность разорвать всех вокруг. Но она говорит совсем о другой готовности, где она действительно не готова. И вот погружение происходит. Происходит вот это некий раствор, который изменяет сознание. Обязательно для погружения во время этого таинства посвящения. И дальше. Битва у нее. И битва неожиданно со спартанцем, с Чифом. Чего она точно не ожидала. И после пары перезагрузок, как в Mortal Kombat. Реальный файтинг такой. Она вдруг, наконец-таки, падает на колени. И, наконец-таки, плачет и говорит, что вы от меня хотите. Все. Вот это и хотела от нее жриться. Вот это и хотела. Она хотела выбить из нее вот это ее безумное ощущение готовности. Эту ярость и готовность пробить все стены. Но для того, чтобы вникнуть в себя, услышать то, что происходит в тебе, тебе надо остановиться. Тебе нужно смирение. И вот здесь возникло, наконец-таки, в ней смирение. Она поклонилась, села на колени и такая, да, все, я не могу ничего сделать. Хорошо, что вы от меня хотите? Я поняла, все, я не готова, я готова слушать вас, наконец-таки. Потому что всегда, проходя тайный обряд, ты должен быть учеником здесь. То есть ты должен подчиниться всем тем законам обряда, да. Ты здесь как младенец, понимаешь, я еще не знаю. Это как перерождение. Это как, то есть ты заново рождаешься, да, потому что ты вырастешь в большую личность, чем ты был. Поэтому здесь ты не можешь быть высокомерным и самоуверенным. Наоборот, ты приходишь сюда и говоришь, я ничего не понимаю. Просветите меня, проведите меня. И вот ей это донести пыталась жрица. И она, наконец-таки, да, я не знаю, в чем дело и что делать дальше. Хорошо, сдаюсь на, понимаете, на вашу мудрость. Вот, и тут уже начинается вот этот путь. И у нее начинается это вот со встречи с предками. Помните, я еще раз говорю, по аналогии королем львом. Также встреча с предками. Встреча с отцом у него была и здесь. И именно отец ее направляет на дальнейший путь. И благословляет ее как следующего в ряду, который должен идти. И передает ей вот этот факел ответственности. Все. Теперь она на пути. То есть она обращена. Теперь она не то, что было ранее. А она постигла мудрость. Она постигла знания. Ее инициировали обрядом. Теперь она будет следовать этому пути. И у нее есть все, в отличие от отца. Отец верно говорит. Та воля и те вот эти волевые сильные качества, чтобы достигнуть цели. Действительно. У нее все есть для этого. Она особая в этом ряду. Она может сделать то, что не делали, не смогли сделать ранее ее предки. Ей рассказывают о таинственном немножечко пока колодце. И направляют вернуться туда, откуда все начиналось в самой первой серии. Вот о чем вот этот тайный культ посвящения. Вот эта тайная инициация, которая произошла с ней. И в этом большой ее смысл. Кстати говоря, скоро у нас будут новый сериал по Звездным Войнам Оби-Ван Кеноби. И я обязательно буду разбирать его. Потому что это же Орден Джедаев. Здесь все это есть. Тайный Орден с глубинным духовным знанием. С пробуждением внутренней силы. Поэтому будет о чем поговорить. Так что если вам будет интересен этот сериал, подписывайтесь на канал. Мы обязательно будем делать большие глубокие разборы Оби-Вана. Итак, инициация пройдена. Она постигла мудрость. Она теперь знает цель свою. И она уже теперь на пути к этой цели. Это очень важный обряд был. И хочу уточнить. Я смотрю на английском. Поэтому все, что она говорила с отцом, да, очень колоритно смотрится. Потому что там не на английском ведь языке они говорят, да. И вот есть этот азиатский колорит. И я знаю, что есть много людей, которые говорят, ну вот, зачем вообще вставили эту азиатку опять? Опять, понимаете, это повестка. Да. Бывают моменты, когда это оправдано сказать, что вот есть повестка. И снимают фильм про историю Англии. Королеву играет темнокожая. И ты не понимаешь, чем руководствовались авторы, кроме того, чтобы ублажить вот эту повестку, да, и следовать просто ей. А где логика? Где смысл? Где глубина? Зачем это делать? Здесь же я считаю, что не стоит бросать камни в Кван, героиню Кван. Почему? Потому что здесь грамотно именно не просто вставили героиню азиатку. Нет. Ее вставили как часть азиатской культуры, а это совсем другое. У нее целый род есть, и он отличается от обычного рода, и этот род азиатов. В них есть вот эти тайные традиции, культура традиций, некого последования, что есть в восточной вот этой традиции. Сохранение традиционности, общение, общение за столом, общение традиций, взаимоотношений, некие кодексы. Поэтому здесь я считаю, это гармонично ввели персонажа. Вот если уж вводить, как говорит сегодняшнюю повестку, да, или тему, да, разных людей, то надо вводить именно так, как культурный код, нормально, полноценно, а не как просто так вставили, и почему, непонятно. Вот здесь мне кажется, что это оправдано, потому что они ввели как некую отдельную культуру, у которой есть свои традиции, и попытались объяснить. Ну вот, давайте вернемся к ней, в любом случае, потому что далее она получила теперь цель, она прозрела, у нее есть теперь видение дальнейших действий, и ей подсказали, куда она идет. Туда, где все начиналось, благополучное место встретится со своими врагами. Почему? Да потому что для нее это место силы. Ведь в первой серии что случилось? Все ее враги погибли, а она выжила, и врагов была огромная армада, гораздо больше, но она выжила. Поэтому это место силы, где уже однажды ей удалось выйти сухой из воды, казалось бы, в безвыходной ситуации, и поразить всех своих врагов. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что намек на то, что шансы гораздо возрастают именно в этом месте, ей повторить снова этот твист, и снова победить всех своих врагов. Да, и остаться в живых. Что, собственно, и произойдет. Но тут надо говорить о друге Чифа, Сороне. Да? Конечно, мы сразу поняли, что он не эгоистичный бандюк, который думает только о деньгах. В этом человеке много нравственности. Сам факт уже, когда он убегал от спартанцев, говорит об этом. Он из вопросов именно нравственности убегал оттуда. Именно это его трогало. Поэтому под маской вот такого мизантропа, которого интересуют только деньги, и я бандит, делая вид сильного, конечно же, в таком обществе надо всегда показывать себя сильным, то тут он, конечно, человек совсем другой. И ему она не безразлична. Он все время думает об этой девочке и переживает о ней. Все время думает и переживает о ней. И тут нам показали, что у него тоже, понимаете, всегда эти начинаются подковерные игры. И кто-то копает свой бруд под Цезаря. И здесь есть свой бруд. Показывают человека, который недоволен властью. Очень похож на блогера-политолога Катца. Он, если вы видели, прямо одно лицо, по-моему. Посмотрите. И вот этот человек тихо копает под него. Но он решил его проучить, как лидер. Он согласился пойти с ним на дело, и там прилюдно унижает его. Это такое показательное, понимаете? И чтобы лидер показал, что он сильный, все еще он при всех должен показать, что он не спустил. Не спустил то, что при всех ему высказал какой-то человек. Чтоб все знали и помнили. И он это показывает. Но раз нам так сильно эту арку здесь показывает, мы понимаем, что, к сожалению, скорее всего, этот бруд может и доберется до Цезаря. К сожалению, с таким надо было действовать жестче и сажать его куда-то в тюрьму, как минимум. Потому что этот человек полон ненависти, он испорченный, по нему уже видно. И не стоило так с ним поступать. Либо стоило поступить с ним иначе, наоборот, показать, что ты что-то значишь. Потому что вот этот человек, у которого, знаете, вот этого чувства, он настолько мелок, что из этого он пытается что-то сделать. Его очень раздражает достижение других достойных людей. Поэтому, конечно, если бы он его похвалил, сказал, вот, благодаря тебе мы нашли деньги, может быть, и на время он усупил бы его внимание таким образом. Но он унизил его при всех. Так этот и так унижен. Еще большее унижение у таких людей вызывает еще большую ярость и ненависть. Их, скорее всего, это большая угроза для Сорона. Потому что здесь, когда была вся эта сцена в финале, я думаю, либо он здесь сейчас погибнет, жертвуя собой ради нее, ради Кван. Либо, если нет, то потом там есть угроза для него. Это надо просто было озвучить. Итак, гранд-финал, финальная битва, я еще раз говорю. Сорон приходит, он видит все эти деньги, вы помните, как он вздыхает. Добрая душа, не о деньгах я. Сейчас бы взять это, убежать и плевать. Нет, он думает о девочке, и как он и обещал, чифу в самый нужный, ответственный момент. С ней здесь спарта. Смотрите, как зациклилась история. Первый раз, она здесь, куча врагов, всех убивает, она выживает, помогает спартанец. Сейчас опять, она здесь, куча врагов. Сделали аналогию, повторили. И снова помогает ей здесь спартанец. Ну а также здесь уже она выросла. И у нее есть свой мозг, ум и сила воли. Она сама придумала, как решить этот вопрос. Да, немножечко я скажу, они неубедительно визуально сделали вот ту шахту, где они спрятались. Эти двери можно было и помассивнее сделать, чтобы было ощущение, что действительно туда ничего не пройдет. Какие-то дверки неубедительные с окошками выглядели. Но это детали. Все-таки я не обращаю на такие шероховатости и внешние детали. Когда ходишь в театр, если вы часто бы ходили в театр, вы бы поняли, о чем я говорю. Ты там забываешь, что герой, которому 25 лет, его играет 50-летний актер. Что ширмы не очень, декорации не очень. Главная игра, главная история. Поэтому я смотрел здесь историю. Ну и ей удалось. Она справляется со своим врагом. Кстати, говоря об этом антагонисте. Ну такой очень-очень карикантурненький он вышел здесь. Очень хороший, хороший, но слишком карикатурный. Такой прямо из Третьего Рейха. Он здесь и времени, я так понимаю, ему не дали много. То есть он здесь не выжил. Его прямо здесь завалили. Вся сцена поставлена, и она очень важная в плане взросления. Кван как личности. Я еще раз говорю. Теперь она сделала много. Она не только обрела путь. Она не только понимает, как дальше действовать. Она не только обрела истинную уверенность. Потому что до этого она говорила, что она ничего не боится. Но папе она правду сказала. Я не знаю, как быть. А отец мой сказал, посмотри, как ты прошла, какой путь. Да ты сильнее меня. Гораздо сильнее меня. И здесь, обретая все это, она обрела путь. Она обрела понимание. Она обрела знание. Кроме всего прочего, она только что справилась со своим большим врагом. Одна. То есть о ней уже начнут писать легенды и рассказывать. Одна девочка, которая выжила первый раз, и все погибли. Одна девочка, которая справилась с армией и с врагом. Вот так и рождаются легенды о лидерах. За такое идут. Понимаете, это перерастает в большие-большие истории, что она избранная. Понимаете, выжить в таком может только особый избранный. Поэтому у нее теперь она наделена всеми этими качествами. И заметьте, ей даже не нужны деньги. Она Сорену дает, говорит, нет, мне ничего не надо. Что это значит? Она не то, что ей не нужны, она самодостаточная стала. У нее нет больше ощущения потерянности, опустошенности и необходимости чьей-то руки, чтобы ее кто-то поддержал. Все. Она обрела в себе точку опоры. Вот что произошло с нашей героиней. Очень важная серия для нее. Очень важная серия для нее. И для ее становления была здесь. Поэтому я попытался объяснить, что здесь происходило. Если вам понравилось, друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Оставьте свои комментарии, что вы думаете. Вы были на канале Что Посмотреть. С вами был я, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok